Приветствую вас! И то, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете эту постаду, депрессию и состояние, как будто вы не в своей тарелке, можно условно назвать как тревожность. То есть, изменились внешние обстоятельства, изменились условия вашей жизни, изменились ориентиры, задачи и даже поменялись люди вокруг вас, а вы предпочитаете оставаться все тем. И в результате, в результате непринятия новых реалий, у вас получается такой вот диссонанс. Чтобы этого диссонанса не было, необходимо понять, с какого момента у вас начались подобные состояния, что произошло, что повлияло на вас таким образом. И далее, ну, во-первых, те люди, с которыми вы общаетесь сейчас, поддерживать с ними связь, интересоваться их жизнью, стараться вникнуть в их интересы, пытаться понять, что этих людей волнует, что они мечтают, что вы хотят, и разделять их желания. Ну, ладно. Ничто не объединяет людей так сильно, как единство взглядов, желания и чего. Если человек в другом видит своего единомышленника, то это скрепляет очень сильно. Другое дело, что вам необходимо не только обратить внимание на чужие интересы, но и постараться уделить время своим. Уделить время своим так, чтобы они тоже не страдали. Не страдали от того, что вы, например, уделяете внимание другим людям. То есть, два направления, точнее даже три направления, в которых вам необходимо двигаться для решения своей задачи, своей проблемой. Первое направление – это определение причин, которые вызвали у вас такое настроение, такое состояние. Когда вы пишете, что раньше было у вас веселье, и все, а сейчас ничего этого нет. Что изменилось? Изменения этих безусловно необразимы, да? То есть, вы не можете на них повлиять. Но при этом вы можете их принять и адекватно изменить свое поведение. Изменить, получить опыт и скорректировать свое поведение. Это первое. Второе – это интересы окружающих вас людей. Если вы хотите больше интенсивно с ними общаться, вам нужно и интересоваться этими людьми больше. Расспрашивать, уникать, помогать. Делать что-то для того, чтобы эти люди почувствовали, что они вам не безразличны, скажем так. И тогда отношения с ними у вас будут хорошие, очень хорошие. Дальше. Что касается вас самого, то здесь момент такой. Определить свои собственные ценности, собственные желания, собственные стремления будет важно вам для того, чтобы уметь грамотно это людям представить. Чтобы люди имели возможность ответить вам тем же самым, что и вы. И дальше вести себя в отношении вас. Чтобы вы не чувствовали себя обделенным их вниманием. Чтобы вы не чувствовали, что вот вы, например, делаете что-то, да, вот только вот вы один делаете, а для вас ничего не делаю. Чтобы этого не было и нужно так поступить. На этом все. Если вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, делайте его лучшим, пожалуйста. Буду благодарен.